Добрый вечер! Вы в футбольном клубе. Я Василий Уткин. На канале НТВ информационная передача о футболе в своем особом виде. В эфире спецвыпуск программы, посвященной завтрашней чемпионской лиге. В эфире спецвыпуск программы, посвященной завтрашней чемпионской лиге. В эфире спецвыпуск программы, посвященной завтрашней чемпионской лиге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отвлекаясь от темы, через час с небольшим на стадионе «Динамо» пройдет последний матч русского сезона. Московский «Спартак» в 1-8 кубку Ефа будет играть с «Карлс Руэ». Мы говорили об этом матче вчера, сейчас, за час до игры, ничего сказанного добавить, кроме «дай бог удачи русской команде» мы не можем. Да и не стоит, чтобы не сгладить. Независимо от исхода сегодняшнего матча, впрочем, сезон «Спартака» должен быть признан неудачным, из-за того, что в Лигу чемпионов команда не пробилась. Независимо от того, чем кончится сегодняшняя игра, главной целью «Спартака» в сезоне следующем будет попытка попасть в Лигу чемпионов 98. Это удобная позиция, чтобы сравнить уровень чемпиона России с нынешними участниками чемпионского турнира, в решающих матчах лиги, которые у нас будут завтра, и в последних играх национальных первенств, которые стоялись в эти выходные. В группе А один четверть финалист определился еще в прошлом раунде. Никто не помешает Баруси занять первое место. В первой минуте своего пребывания на поле Фиорентины игроки «Пармы» не чувствовали себя гостями и, не смущаясь буйного, как обычно, поведения флорентийской публики, отправились забивать голы и могли бы преуспеть в этом начинании, не вмешаясь в сценарий матча защитника «Пармы» Меланезе. На 35-й минуте он безобразным подкатом снес Оливейру и отправился отдыхать в подтрибунное помещение. Оливейру отделался легким успугом и после перерыва стал ключевой фигурой в составе фиолетовой команды, хотя счет все же открыли гости. Инрик Акиезов ввел своими жестами в заблуждение обороны Фиорентины, и та упустила из виду Аполлони, который с ближнего в Главратарске пробил Тольда. Фиорентина отыгралась через три минуты, тоже после розыгрыша углового Оливейра навесила, а новичок Фиорентина Морфео в два касания, не давая мячу опуститься на землю, и загнал его под перекладину 1-1. К концу матча 10 пармалатовцев устали отбиваться от атак хозяев, но ничейный счет удержать все-таки сумели, хотя Оливейра второй гол забил, правда, из офсайда. А на последних минутах от поражения Парму спас Буфон. Батистута запустил снаряд в самую паутину, но огромному Буфону даже не понадобилось прыгать, чтобы взять, казалось бы, неберущийся мяч. Барусия после победы в кубке Тойота отдыхала. Остальные участники группы играли в гостях, и только аутсайдер Галата Сарай сумел одержать победу. Предстоящий матч с Барусией интересен спарте с точки зрения престижа. Кроме того, победа пополнит и клубную кассу. Парами же выигрывать в Турции просто необходимо. В группе Б играет пока сильнейший клуб этого розыгрыша лиги чемпионов Манчестер Юнайтл. Как и в группе А, вопрос о первом месте уже давно решен. Ювентус и Манчестер одержали в своих чемпионатах очередные победы, причем в этот раз в роли побежденных оказались солидные соперники. Одержав победу в Турине, Манчестер может повторить рекорд по СЖ и Спартака в разные годы, не потерявших в групповом турнире ни одного очка. Если лидерство Баруси и Манчестера в своих группах выглядит естественно, то досрочная победа в группе С киевского Динамо и провал Барселоны расцениваются как главная сенсация лиги чемпионов. Застрявший в середине таблицы Ньюкасл принимал у себя домом преследующий лидеров красный Арсенал. Ньюкасл по-прежнему представляет из себя лазарет, и за неимением игроков Кенни Далглишу пришлось выпускать на поле травмированных. В частности, Асприлью, который пока явно не готов к серьезной игре. Арсенал усилиями своих лидеров овермарса Берком Пейрайта создал больше голевых ситуаций, а все попытки Ньюкасла что-нибудь придумать впереди крушил защитник гостей Адамс. Три очка Арсеналу добыл Ян Райт, когда защита Ньюкасла отвлеклась на финты Беркомпа, создав разреженное пространство в воротарской шаке Хислопа. И темнокожий сменщик Шея Гивана помочь своим ничем не смог 0-1. Во втором тайме престарелые хозяева Барнс и Пирс пытались как-то растормошить своих молодых партнеров, однако удар Филиппа Альбера в скоплении защитников гостей ничего, кроме дискуссий по поводу того, была игра рукой или нет, не вызвал. Голландский Индховен неожиданно крупно проиграл Вильяму, а вот Барселона и Динамо лидеры своих национальных чемпионатов взяли по три запланированных очка в гостях. Индховен сохраняет призрачные шансы на четвертьфинал. Победа же Барселона и Ньюкасла хоть как-то смогут сгладить общее впечатление от их выступления в группе С. Барселона и Динамо В группе Ф у Монако и Байра по 12 очков набраны и всего три потери, но в последнем туре эти клубы играют между собой. Значит, у команды, которая в итоге останется на втором месте, будет или 12, или 13 очков. В группе Д перед последним туром по 10 очков у Реала и Русенборга. Если обе эти команды завтра победят, то без вопросов упадут в четвертьфинал вдвоем. С другой стороны, любая потеря очков для них станет роковой. И вот тогда появятся шансы у Ювентуса, если сам он дома победит в последнем туре абсолютного лидера турнира Манчестер Юнайтед. Шансы у Ювентуса на выход в четвертьфинал реальны. Ведь матч за первое место в группе Ф Байер-Монако вряд ли закончится в ничью. Более вероятна победа одной из команд. Тогда проигравший по потерянным очкам сравняется с Ювентусом. И все решит разница мячей. Шансы ПСЖ Эйнтховена и Пармы ничтожно малы. Матч в Турине Ювентус-Манчестер мы выбрали для трансляции на основном и общедоступном канале НТВ. Этот матч обещает стать феноменом чистого искусства. Ювентусу, мировому футбольному эталону последних лет, нужна только победа. Причем с разницей как минимум в два мяча. А соперник у него команда, которая не потеряла в турнире ни одного очка. Манчестер Юнайтед. Дополнительные расклады в материале Сергея Мещерякова. Совсем недавно в Турине состоялось открытие музея Ювентуса, приуроченное к столетию образования одного из самых прославленных клубов Италии. Однако блеск трофея в прошлых лет вряд ли может служить утешением для нынешнего Юва, который, судя по всему, в этом году не преодолеет барьер группового турнира Лиги Чемпионов. На фоне триумфального шествия своего главного соперника по группе, Манчестер Юнайтед, команда Марчелла Липе, в предыдущем туре проиграла крайне важный для себя матч голландскому фейнорду. И этим почти подписала себе приговор. Теперь шансы чемпиона Италии на выход в четверть финал не более чем теоретические. Ювентусу обязательно надо побеждать Манчестер в Турине. Тогда у него появляется возможность выйти из группы как обладателю второго места, имеющего лучшие показатели среди себе подобных. Однако в более выгодном положении здесь находятся Байер и Руссенборг, которые почти наверняка перейдят итальянцев. «Я не хочу рассуждать о цифрах», — говорит Марчелла Липе. «Мы в любом случае обязаны побеждать Манчестер и только потом слушать радио и ждать результатов матча Руссенборга и других команд». Кажется почти невероятным то, что клуб, который доминировал в европейском футболе последние два года, на этот раз не войдет даже в восьмерку сильнейших. В Италии вовсе обсуждают причины случившегося, называя подобный исход не иначе, как полным провалом. «Мы наделали кучу элементарных ошибок в игре с Фейнордом, и это не могло не сказаться», — говорит Денидин Зидан. «И вообще в этом году мы играем плохо. Даже в принципиальной игре в Манчестере, когда Дель Пьеро забил быстрый гол, мы впали в спячку и в итоге проиграли». Победа Манчестера над Ювентусом на Олд Траффорд имела огромное значение не только с точки зрения турнирной борьбы. В предстоящей встрече в Турине Юнайтед имеет психологическое преимущество. Во-первых, он уже знает, как обыгрывать Ювентус. А во-вторых, если судить по результатам, чемпион Англии в нынешнем розыгрыше безусловно сильнейший. Однако, несмотря ни на что, пока существует хоть мизерный шанс, Ювентус не намерен сдаваться. Ведь в итальянском чемпионате Юве пока непобедим. Правда, при этом в таблице он лишь второй. В сравнении с показателями прошлого года наши достижения в чемпионате выглядят скромнее, продолжает Марчелло Липе. Но лишь номинально. Фактически же наша команда добилась огромного прогресса в игре. Наша вторая позиция объясняется не тем, что Юве стал слабее, а тем, что Интер тоже сделал большой шаг вперед. Тем не менее, продажа Ювентуса в межсезонье Кристиана Вьере и Алана Бокшича по-прежнему является темой дискуссий. Критики считают, что пара форвардов Дель Пьера и Инзаги слишком легковесна. И именно в этом причина поражения клуба в Лиге чемпионов. А в предстоящей игре с Манчестером у Юве будет проблема иного рода. Дель Пьера пропустит встречу из-за перебора карточек. А его сменщик Амаруза на днях сломал ногу. Манчестер сейчас на подъеме. У нас полно травмированных. Но это еще ни о чем не говорит, утверждает Липе. Думаю, что наши результаты все же следует оценивать в конце сезона, а не сейчас. Что скажут критики, если мы выиграем чемпионат, кубок и Лигу чемпионов? Ведь шансы на это еще есть. Так что пока рано делать выводы. Марчелло Липе все еще уверен, что год столетнего юбилея Ювентуса не может ознаменоваться неудачами. Перспектива клуба в Лиге чемпионов выглядит туманно. Однако даже в этой ситуации Юва готов совершить подвиг. Крест на нем еще никто не поставил. Еще одно наблюдение, на которое наталкивает системное созерцание игры Лиги чемпионов этого года. Происходит смена судейских поколений. Открытием нынешнего сезона, видимо, следует считать немца Маркуса Мерка. При этом символично, что как раз накануне последнего игрового дня Лиги чемпионов до конца сезона за грубую ошибку дисквалифицирован самый маститый арбитр планеты предыдущего поколения, судивший финал Чемпиата мира и последний финал Лиги чемпионов Венгер Шандерпуль. Новые люди получают шанс проявить себя. На игру Грандов Юментус Манчестер назначен молодой и пока малоизвестный, но, видимо, перспективный француз Жильвесье. Обзор достижений команд участниц Лиги чемпионов в своих национальных первенствах тем временем продолжает Роман Тружечкин. К последнему игровому дню в группе Д четвертьфиналист не определился. Руссенборг по ходу турнира прогрессировал и догнал Реал по очкам. В последнем 15-м испанском туре Белый Реал играл на выезде против Альеда и только арбитр дал стартовый свисток, королевский клуб начал утверждать свой статус суперавторитетного гостя. Испанским телеоператорам практически не приходилось менять ракурс трансляций. Мяч почти не покидал пределы в хозяйской половине поля, а когда это все же случилось, однажды забросить мяч за шиворот Кенесарус попытался Анопко. Однако не угадал сложенный в удар силой. В остальном, заседание лучше удавалось гостям, в составе которых, как и в предыдущем матче против Сельты, неудачно действовал Зейдорф. Счет был открыт на третьей минуте второго тайма, когда сработавшая на кратке лево фланговая связка Роберто Карл Самогиско дополнила с Раулем, замкнувшим в ближний угол выверенную диагональ. Именно эту схему атаки хозяева избрали из игрового перелома. В втором тайме именно обеды диктовал условия игры, постоянно навешиваясь флангов на ворота Кенесаруса. За две минуты до свистка Хуан Гонсалес сравнял счет в матче, который королевский клуб рановато посчитал выигранным. Основной конкурент Реала уже несколько недель без игровой практики. Чемпионат Норвегии закончился, а в Португалии и Греции еще играют. И все по преимуществу в ничью. Четвертьфиналист от группы Д определится в заочном споре Реала и Руссенборга. Если обе игры в Мадриде и Афина закончатся в ничью, в четвертьфинале будет королевский клуб. В группе Е решила свои проблемы Бавария, ведь даже если ПСЖ нагонит мюнхенцев по очкам, преимущество в личных встречах на их стороне. Между тем, в чемпионате Бундеслиги Баварский клуб оступился, проиграв лидеру в гостях, в то время как ПСЖ тоже на выезде вырвал победу у Канна. У полежан шансы на выход в четвертьфинал сохраняются, и для того, чтобы продолжить свои выступления в Лиге чемпионов весной, ПСЖ надо как можно больше забить Бешикташу. Отрыв лидирующего франко-германского дуэта в группе F давно уже непреодолим. Но если Льер сразу определили в поставщике очков, то от спортинга ждали большего. Сценарий матча в Ливеркузине, где красный Байер принимал шальки, оказался схожим с игрой в Авиедо, тем, что соперники, если нереально, то идеалистически победили каждый в своем тайме. Для Байера таким таймом оказался первый. Футболисты в кроваво-красном размашисто маневрировали, входя в штрафную шальки с флангов. И это постоянно обостряло игру. В одном из эпизодов судья просмотрел нарушение против лучшего бомбардирова Бундеслиги Кирстена, пенальти не назначил, и озябшие ливеркузинские фаны были обречены ждать гола во второй половине матча. Однако после перерыва игра складывалась для Байера совсем не так, как прежде. Гости организовали несколько выходов один на один, хотя ни разу и не забили. Нулевую ничью с турнирным соседом болельщики шалька приветствовали рождественской иллюминацией. Спортинг забил половину мячей команд участниц Лиги Чемпионов в двух последних турах, а другая половина пришлась на счет Монако. Французский чемпион и нестабильный Байер разыграют путевку в четвертьфинал в классической полиминационной встрече в Ливеркузине. Время подвести итоги Лиги Чемпионов нынешнего сезона, пусть даже промежуточная еще придет. Хочется отметить пока такую деталь. На данный момент это известно, есть вероятность, что ни одна из двух итальянских команд не попадет в плей-офф. И это значит, что говорить о лидерстве итальянского футбола в Европе, пусть даже и просто концептуальном. Время прошло. На первый план выходит футбол немецкий. Немцы чемпионы континента. Их Боруссия – победитель Кубка чемпионов и межконтинентального кубка. Кроме того, две немецкие команды уже вышли в четвертьфинал Лиги, а у третьего представителя Германии Ливеркузенского Байера очень хорошие шансы к ним присоединиться. Германии осталось сделать всего шаг до того, чтобы стать первой страной, представленной сразу тремя командами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Место в заветной восьмерке себе уже обеспечили Бавария и Боруссия. А завтра компанию может составить Байер, которому достаточно набрать всего очков в домашней встрече с Монако. В 80-х и начале 90-х в европейском клубном футболе доминировали итальянцы, говорит Руди Феллер. Они выигрывали все, что только было возможно, но дело Басмана изменило ситуацию. Упрочилось благосостояние немецких клубов, и итальянцы больше не имеют возможности скупать всех лучших игроков на корню, как было это лет пять назад. Феллер, чемпион мира 90-го года, сейчас является генеральным менеджером Байера. Клуб с его приходом заметно стал сильнее, и в Германии уже начинают поговаривать о начале золотой эры для Ливеркузена. Благо, что химический концерн Байер не жалеет денег на команду, и является спонсором и совладельцем клуба. Трудно поверить, что еще два года назад Байер был на грани вылета из Бундеслиги. Все изменилось только, когда команду возглавил Кристоф Даум. Когда я встал у руля команды, вспоминает Даум, в ней не было ни одного футболиста, играющего за какую-нибудь из сборных. Я заставил ребят задуматься об этом, и уже через год у меня было восемь игроков, защищающих цвета национальных команд своих стран. Да он настоящий сумасшедший, утверждает Майер. Стоит только остановиться на пару секунд во время тренировки, чтобы перевести дух, как он из-за спины кричит, продолжать. Такие вот у него методы. Год назад Даум сделал Байер вице-чемпионом Бундеслиги. И это при том, что его распоряжений нет ни одной суперзвезды. Все подчинено командным интересам. Но такой стиль игры имеет свои минусы. В этом розыгрыше Лиги чемпионов ливеркузенцы уже заработали три красные карточки. И разгром, учиненный им Монако во втором туре 4-0, объясняется только этим. Сейчас мы в схожем положении, говорит Даум. Два наших ключевых игрока снова не смогут сыграть. Но мы сейчас не можем изменить наш агрессивный стиль и заиграть элегантно. Если мы поступим так, то потеряем нашу игру. Действительно, Монако вроде бы получил из-за этого преимущество, но за Байер статистика. Ливеркузенцы не проигрывают дома уже 16 месяцев. Байер сейчас отлаженная, согласованная команда, умеющая добиться нужного результата, считает Феллер. Дома мы можем обыграть кого угодно. Для того, чтобы войти в число топ-клубов, осталось только придать игре зрелищность. Трудно найти большую противоположность Байеру, нежели Монако. Романтические флюиды княжества воздействуют на команду, и она играет в изящный футбол. У чемпиона Франции в межсезонье сильно обновился состав, и наладить новые связи тренерам удалось не так давно. Но матч Лиги Чемпионов Монако провел на одном дыхании, и перед последним туром опережает Байер благодаря лучшей разнице мячей. Причем для того, чтобы завершить групповой турнир первыми, Монегаскам достаточно сыграть в Германии завтра в ничью. «Я не думаю, что Байер стоит играть на ничью», — говорит Коллинз. «Эти веркузенцы, как и мы, любят атаковать. И то, что наши команды подошли к шестому туру с практически равными показателями, абсолютно закономерно». Действительно, Жан Тигана может быть вполне удовлетворен итогами группового турнира. Всю осень главный тренер Монако был под немалым давлением, а его команда прилагала немало усилий, чтобы прийти в себя и реабилитироваться за ряд сокрушительных поражений в начале сезона. Но последняя игра со спортингом, когда Монако вырвал победу на последнюю минуту, выступая по ходу матча два мяча, показала, что сейчас у команды есть не только игра, но и характер. «Странно, что представители команды с других групп намекают на возможный сговор Монако и Байера в завтрашнем матче», — говорит Экпеба. «Да, ничья устроят оба клуба, но я вас заверяю, все будет честно». Это очень сложный матч. Лучший клуб мира последних лет приперт к стене. Такова интрига матча. Смотрите прямую трансляцию в 22.35 вместе с комментатором Владимиром Маслоченко. «Час ночи» — фрагменты двух других интересных матчей дня. Полный обзор всех игр шестого тура будет показан сутками позже, в четверг в 0 часов 25 минут. На спортивном канале НТВ Плюс в течение четверга будет показано полностью еще четыре игры. Причем три из них, как раз такие, в которых будут разыграны оставшиеся четвертьфинальные путевки. А именно Олимпиака с Руссенборг, Реал Порту и Байер Монако. Кроме них в 16.40 — матч с участием киевского «Динамо», которая уже попала в Лигу чемпионский плей-офф. И в Нью-Касл поедет из чистого интереса, с отдельно взятыми победными премиальными. Полный обзор всех матчей лиги спортивный канал повторит следом за основным в пятницу в половине 11 утра. Субтитры создавал DimaTorzok